Итак, мы недавно выложили пост на наш инстаграм, где фигурировала карта 3050 и типа было все окей, но очень много людей начало бомбить на тему того, что мол, а че это такое, а почему так дорого, а мой флешмоб на авито запустили, я тебе кстати скину видос, вставишь его. Очень много людей пишут о том, что типа 24-26 тысяч выше, все что выше это перекупы. Во-первых, это не так, многие начали бомбить на нас, мол, ребята, вы купили ее дешевле, а продаете, многие в головах это, что мы якобы купили ее за 24-26, а продаем за 40-45, и типа бомбежка вот в этом направлении, народ. Я вам скажу так, мы ее купили свыше 35 тысяч, это я вам могу, я не могу сказать точную сумму, вот прям доверьтесь мне на 200%, мы ее не покупали за 25, это уж точно. И она была куплена вот на самом деле свыше 35 тысяч рублей, свыше 36 тысяч рублей, как угодно я могу двигаться еще туда, просто я не могу назвать точную сумму, это в расход идет с правилами компании, так скажем. Поэтому я не совсем понимаю, к чему эта бомбежка, сейчас весь рынок на самом деле, если зайти на всякие каталоги и все остальное, там будут такие цены. И они связаны, возможно, даже не с ребятами, которые перекупали и все остальное, а больше даже связаны с тем, что их очень мало этих карт. Именно поэтому такой дефицит. Я сам против перекупов, ну на самом деле. Ко мне обращались ребята, я не буду врать, ко мне обращались ребята, которые говорили, типа, а может быть вы все-таки покупали за такую сумму, может вы мне за такую продадите, и я тем самым дальше решу. Ну, я знал, что они хотели на том же Авито или друзьям своим продавать дороже. Я отказывал, ну, это глупо, это, типа, я считаю, что это полный бред, но и при этом, не разобравшись, у нас люди любят начать закидывать помидорами. Это первый момент. Но при этом, при всем, меня очень радует, что эта комьюнити очень сплоченная. Мне очень приятно смотреть на тот же Авито, где люди пишут, типа, ну, мол, мы не будем это покупать ниже, чем за эту сумму. Честно, я вот потестил эту карту, вы 100 кудов видели уже тесты у многих других блогеров, но при этом, при всем, я потестил и понял, что, а карта-то ведь не такая уж, и, ну, за 40 с хреном, ее покупать я уж точно не буду, и куплю. Ее цена 25 на самом деле, ну, может быть 27, это край, но никак не 35 и тому туда вот в этом направлении. Короче, я хочу, чтобы мы чуть-чуть все успокоились, подождали, пока еще партии поступят на прилавки, а уже потом будем делать какие-то выводы. Нам, ну, я говорю за наш магазин, нам нужно было, у нас на витринах были карты, ваше дело покупать или нет, но при этом, при всем, вы должны мониторить рынок, ребята. Просто брать и говорить, это плохо, это хорошо, это неправильно. Надо подходить чуть-чуть с умом к покупке, я, прежде чем купить где-то что-то, я вначале посмотрю в интернете, сколько это стоит, а потом уже буду говорить, так это или не так. Также я хочу сказать, что не забывайте про то, что если вы находите где-то в наличии дешевле, чем у нас, фоткайте, приносите, мы делаем, ну, не скидку, мы снижаем цену, мы делаем ниже, чем у конкурентов, так скажем. Поэтому, как-то так. А теперь по карте. От этой душной темы я хочу отойти немного к сути. Мы купили Deadly, Deadly, название вот здесь будет, я постоянно путаю с DBD. В общем, затестили ее, все идет вроде как нормально, лучше, чем на 1660, который стоит у меня дома, но при этом, при всем, мне, типа, не знаю, мне чего-то не хватает. Мне кажется, стенд, на котором мы тестили, а там у нас вот эти вот характеристики, они немного отличаются, и они гораздо сильнее. Может быть, если вы поддержите этот видос, мы сделаем сборку под эту карточку и затестим полноценно. Также стоит сказать о том, что мы потестили игры и сделали их, ну, я старался все тестить в 2К, и это не просто так, потому что, ну, новые ПК, новые билды, они больше, новые, новая железа, она больше, ну, мне кажется, уже 1080 уже отходит на задний план, и 2К, и 4К выбивают вперед. Поэтому, ребята, в этом направлении надо нам поработать, если вы нам скажете, например, ребята, не стоит тестить 2К, давайте все-таки успокоимся и будем тестить пулку, мы вернемся к исходу. Поэтому ваш фидбэк очень важный, да, напишите об этом в комментариях. У меня на этом все, давайте посмотрим тесты. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, выводы делать вам, Как я уже говорил ранее, Эта карта, она не стоит своих денег 200%, Стоит посмотреть в направлении, Ну, блин, что взять за такую сумму, да что угодно, На самом деле, я видел и 1080 сейчас по этой, за эту сумму, Ну, блин, они все где-то 200% уверены, что после майнинга, По поводу, кстати, майнинга, Также у вас сейчас вылезет плашка, Что по майнингу показывает эта карта, Она ни хрена не показывает, У нас сейчас в нашем компе рабочем стоит 20-60, И она, ну, типа, Выдает поинтереснее цифры, Поэтому для майнингов данная карта абсолютно неинтересна, Но при этом при всем дефицит, Его никто не отменял. Как я говорю в самом начале, Все-таки обратите внимание на рынок, На мой взгляд, Будут еще две поставки, Ну, две партии, которые Плывут с заводов, Они все-таки Способствуют тому, чтобы цены упали, Поэтому, просто насытить на рынок, На мой взгляд, и все. Поэтому стоит подождать, Пока покупать, ну, думаю, не стоит. У меня на этом все, подписывайтесь на канал, Не забывайте комментировать, Счастливо!